Всем привет! Сегодня хочу показать свои процессы от фирмы Золотое Руно. У меня их несколько. А девчонки просили показать все мои начатые процессы. Но я уже показывала процессы от Dimensions, показывала другие какие-то маленькие сюжеты. В принципе, так постепенно я все процессы и покажу. Наверное, нет уже смысла собирать в одно большое видео. Я думаю, что так удобнее будет. Потому что есть любители отдельных производителей, и им так интересно будет наблюдать. Кому-то одно видео интересно, кому-то другое. Но когда будут продвижения, может быть, когда-нибудь сниму видео обо всех процессах. Начать хочу вот с этой картины. Очень она мне нравится. Называется «Эсмеральда». Эту картину мне дарила Яна, с которой я встречалась в Энгельсе. Яночка, большое спасибо! До того, как мне Яна подарила эту картину, я вообще не видела этот сюжет. Очень он мне понравился. Посмотрите, какая огромная получается работа. Но здесь написано, что 43 на 16 конве вышивается. Но почему-то смотрится она большая. Наверное, потому что девушка крупная. У меня есть картины такого же размера. Но там, допустим, от чудесной иглы домики. Они как-то так расположены. Ну, смотрятся мелкими, да? А здесь получается практически портрет. И девушка очень крупная. Посмотрите, сколько я уже вышила. Получается, что вышила я раз, два, три, четыре, пять, шесть рядов. Почти шесть рядов. Вот шестой уже завершаю. Вот шесть рядов. И это только еще юбка. В общем, когда я вышью юбку, там будет еще кофта. Но там сменятся хотя бы цвета. Уже будут желто-белые. Много зелени вокруг. Но меня не утомляет эта зелень. Скорее даже наоборот. Я расслабляюсь, когда ее вышиваю. Единственное, мне сложно шестнадцатую конву. Но все-таки люблю я четырнадцатую. Поэтому откладываю и беру иногда другие процессы. Но вообще сама картина очень-очень нравится. Я вам не показывала. Я показывала, по-моему, только начало процесса. А вот насколько я продвинулась, я не показывала. Но это не в последнее время я навышивала. Наоборот, я последние две недели не вышивала. Все это вышито летом было и весной. Просто я не делала отчет. А то посмотрите, подумайте, что я за последние две недели уже столько навышивала. Конечно же, нет. Вышиваю по цветам. Именно поэтому я размечаю полностью конву. Буквально вчера мне задали вопрос на одном из старых видео, зачем размечать конву. Мне так удобно. То есть это не обязательно делать, но мне удобно. То есть я полностью рисую сетку смывающимся маркером. Мой маркер меня никогда не подводил. Всегда смывался. Я уже показывала в видео, каким маркером я пользуюсь. Ну, их много. В принципе, от Prim девчонки вот покупают. Даже с Алиэкспресс стержни покупают. И у многих хорошо отмывается, у кого-то не отмывается. Но у меня всегда отмывалось все нормально. И я не боюсь. Вот так пишу все эти циферки потом. Все отмывается. Ну, и потом здесь полная зашивка. Полная зашивка. Здесь вообще нет смысла бояться. Здесь ничего не просвечивает. Поэтому я смело размечаю. Мне удобно. Вот, допустим, беру я ниточку одного цвета и вышиваю по цветам. Вот, допустим. Я могу прям начать с любого квадрата. Вот, например, если мне сейчас надоест вышивать зелеными, я могу взять желтыми и вот отсюда начать вышивать кофту. И я не ошибусь. Ну, конечно, ошибиться всегда можно. Но в основном все идет у меня нормально. Мне не нужно отчитывать клеточки. Вот, например, если я закончила нитку, и мне нужно этой же ниткой вышить в другом ряду, то мне не нужно вот так раз, два, три, четыре считать. Я уже сразу по квадрату ориентируюсь. И это занимает у меня гораздо меньше времени. Когда я занимаюсь подсчетами, то я на это трачу очень много времени. А тем более, когда я вышиваю на равномерке. Особенно если я ее не разметила, я вообще не могу там посчитать квадратики. Я всегда ошибаюсь на одну ниточку. То есть на пол клеточки, получается, я ошибаюсь. Вот из-за этого я не очень люблю равномерку. Хотя я тоже на ней вышиваю. Но страсть у меня к конве, потому что мне здесь легче. Ну, я уже много раз говорила, что я хочу, когда вышиваю, отдыхать. Если я еще буду напрягаться на вышивке, то расслабляться мне вообще некогда будет. Вот, поэтому упрощаю. Я просто упрощаю себе задачу. Хотя, конечно, хотелось бы какое-то время без работы, просто наслаждаться жизнью, что-то творческое, да, что-то придумать такое интересное, оригинальное. Но на творчество почему-то нет времени. Не знаю почему. Хоть девчонки мне и пишут, что я все успеваю, но нет, на самом деле я ничего не успеваю. Поэтому мне хочется больше уделять времени творчеству. Не вот такой монотонной зашивки, а что-то интересненькое придумать. Ну, ладно, это лирика, это сейчас уже не про золотое руно. Отступление от темы. Ну, в общем, я считаю, что достаточно прилично, да, вышито. Вот. Буду продолжать в том же духе. Так. Про ниточки. Про ниточки уже говорила я не раз. Вопросов много про нитки от золотого руно. Нарезка, ну, ничего, короткая, но меня не раздражает. Нормально вышиваю. Ниточки Мадейра мне нравятся. Прекрасно я с ними подружилась. Здесь очень нравится такое количество ниток. Я просто балдею. Просто балдею. 70. Так, а здесь 70? Или у меня еще коротенькая была планшетка? Так, 44 цвета мулине. Но некоторых цветов здесь по 2, по 3. Вот, допустим, 1 цвет, да. Вот, допустим, 1 цвет занимает 3 номера, поэтому 70. А на самом деле 44 цвета мулине. Много споров было на ютюбе по поводу качества ниток. Девчонки сравнивали, что это за нитки, Мадейра или ПНК. Не знаю, девочки. У меня все отлично. Все ниточки у меня одинаковые. Это ниточки Мадейра. Я могу вам со 100% гарантией сказать, потому что я этими нитками вышивала. У меня были отчеривно мыть наборы, тоже с нитками Мадейра. И здесь вот все ниточки одинаковые. То есть, ну, у меня спрашивали в комментариях, вопросы такие задавали. Поэтому я отвечаю, что в моем случае все нормально. Я ничего не заметила, никакого подвоха. Все прекрасно, нареканий. А к фирме Золотой Руно у меня нет абсолютно. Схемка черно-белая. Ну, многие уже с ней знакомы, с этой схемкой. И вот в этом наборе, то, что крупный рисунок, большие вот такие фрагменты, зашиваются одинаковым цветом. И из-за этого работа упрощается. То есть, можно отдыхать, да? То есть, когда хочется напрячься, то я вышиваю вот эти фрагменты. А когда я хочу отдыхать, я вышиваю вот такие фрагменты. В общем-то, нормально все у меня идет с этой работой. И еще одна работа, горячо мной любимая. Хоть она и сложно продвигается. Планшетка уже помялась у меня в пакете. Очень долго продвигается. Но из-за этого она не стала менее любимой. Это вот такой рыжий кот. Как только я увидела новинку, когда вот она вышла, все, я прям покой и сон потеряла. Кстати, у меня редко так бывает, чтобы сюжет так зацепил, что вот пока я его не куплю, и пока он не будет у меня в руках, я не успокоюсь. Такие случаи были у меня единичные. То есть, я достаточно спокойно покупаю, хочу, жду. Жду, допустим, жду, когда будут деньги, потом куплю. Но вот этот набор, это просто было какое-то помешательство. Вот эти вот зеленые глаза, они меня покорили до глубины души. Я прям утонула вот в этих глазах. Ну, посмотрите, ну, реально живой кот. Это просто вот фотография. Надо же добиться вот такого результата нитками. Дерево, снег. Я считаю, это один из шедевров фирмы «Золотое руно». У них в основном, конечно, картины и репродукции, которые пользуются большим спросом. Но вот этот кот – это шедевр. Вышивается очень сложно. Сейчас расскажу, в чем сложности. Не буду доставать все нитки. В этом нет смысла, в принципе, сейчас показывать. Только разверну вам работу и покажу, как она у меня продвигается. Только не смейтесь. Вы сейчас видите фрагменты кота. Это хвост. Это рыжая морда. Мне еще нужно соединить эти запчасти между собой. Прошу прощения за эту расчлененку. Я сейчас объясню, почему так получилось. Дело в том, что я купила этого кота в магазине «Мир вышивки» и в оригинале. А Светлана, подружка моя, купила китайский набор. И мы очень хотели сравнить, отличается ли подделка, китайская версия, от оригинала. И Света начала вышивать с зеленого глаза. Я не знаю, как так получилось. Как-то мы одновременно с ней договорились. Давай начнем вышивать глаза, потому что глаза у этого кота, они реально завораживают. Я думаю, что это главное, что привлекает в этой картине, вот этот вот его взгляд. И мы начали вышивать именно с глаза. Когда я вышила вот этот фрагмент, и Света вышила, мы сравнили. И цвета у Светланки отличались. Они отличались, они тоже были зеленые, но вот такого эффекта, вот такого взгляда не было. Но Света такой вывод сделала, что она не хочет продолжать вышивать китайский набор. И она купила потом в оригинале вот этого рыжего кота. Ну, а вот нам нужно было сравнить, поэтому мы начали именно вот с этого фрагмента. Но я привыкла вышивать все картины с правого нижнего угла. Когда я вышивала от центра, двигалась вот сюда, вот в эти стороны, у меня руки чесались все равно. Начать со своего любимого правого нижнего угла. И стала продвигаться вверх. Ну, в общем, мне теперь нужно соединить хвост с головой. Вот, но вышито, я думаю, достаточно много. И, конечно же, набор сложный. Схема сложная. В чем сложная, да, что все время рыжие цвета, очень много блендов. Сам процесс не из легких. Но вы думаете, что самая сложная здесь шерсть? Нет. Я думала, что самая сложная это шерсть. Оказалось, самые сложные вот эти ветки и снег на них. А ветки так разбросаны. Я не знаю, почему мне сложнее вышивать эти ветки, чем шерсть. Не знаю. Но они реально меня раздражают. Кстати, у меня первый раз такое. Я всегда достаточно спокойно вышиваю все фрагменты. Первый раз такое, что мне не хочется вышивать ветки. В общем, мне хочется вышивать кота и совершенно не хочу вышивать ветки. Наверное, все-таки я вышью полностью кота, а потом оставлю эти ветки на потом. Хотя это потом может долго не наступить. В общем, не знаю. Вообще, по жизни я такой человек. Я сложные вещи не оставляю на потом. Потому что можно потом вообще за них не взяться никогда. Я стараюсь все равно все делать последовательно. То есть, если я иду и какой-то сложный участок, я обходить его не буду. Вот я иду-иду сплошняком. Не знаю, не знаю, девочки. В общем, как душа ляжет. Знаете, вот буду вышивать, да, Если уж совсем настроения нет вышивать, то, может быть, вот эти веточки оставлю. Пока не буду, ладно, загадывать. Это так мои размышления. Но вы видите, да, сколько вышито. Ну, я могу сказать, что это уже четверть картины точно вышито. Ну, сейчас точно не буду вымерять там, да, в крестиках. Я никогда не подсчитываю крестики. Меня, кстати, спрашивают. Никогда не считаю, сколько в день я вышила крестиков. Иногда могу вышивать три часа в день, иногда могу две недели вообще не вышивать. Вот, поэтому подсчеты я не веду никакие. Опять же, шестнадцатая канва. Очень много сюжетов на шестнадцатой и на восемнадцатой канве у фирмы Золотое Руно. Но ничего, я приспособилась. Сейчас очки у меня 2.25, и нормально я приспособилась. Вышиваю. Вот, и у меня в работе, получается, два процесса. На будущее начинать несколько процессов на шестнадцатой канве я не буду. Я считаю, достаточно один на четырнадцатый, один на шестнадцатый, один на восемнадцатый. Ну, как я уже говорила, это год назад. Но под влиянием Ютьюба не могу не начинать. Ну, вот, допустим, вот этот набор нам со Светой очень хотелось сверить. Но у меня всегда так происходит. То я в СП хочу к своей рукодельной подруге вступить, то набор вот этот начать. Ну, то праздник какой-нибудь приближается, то в подарок икону надо вышить. Но как-то не получается у меня по плану. Ничего у меня по плану вообще не получается. Вот, еще у меня есть вот такой вот наборчик. Я уже его разлиновала. И я уже снимала видео о моей новой старте. Это было перед Новым годом, но ни одного крестика не вышло. То есть здесь только разлинована канва. И все. Я не боюсь размечать канву. Даже у меня год и два года лежали процессы с размеченной канвой. И ничего не было. Все потом отстирывалось. Поэтому я не переживаю, что канва размечена. Ну, и также здесь полная зашивка. Причем темные цвета. И от канвы, от маркера никаких следов не будет. Это наш рейчик. Ну, как я могу его не вышить? Конечно же, мне нужно его вышить. Это репродукция картины по мотивам. Вот картины Воробьевой. Воспоминания о летней охоте. Наш охотник хоть еще и не принес ни одной утки. Но он любит охоту. Вот видите, лежит, мечтает. Поэтому нужно вышить. Пока начинать не буду. Вот закончу от Золотого Руно те две картины. Тогда приступлю к этой. Это был год собаки. И под влиянием года собаки я начала этот процесс. Но вот такая я женщина слабая. Всегда поддаюсь влиянию. Девчонки, я не знаю, как снимать видео про все мои начатые процессы. Я вот только некоторые разложила. Но у меня уже такой тут бардак. А мне сейчас нужно назад все это запялить, биндерами зацепить. А я всего достала четыре процесса. Три из них начатые, последний вот. Один не начатый. Не знаю, сложно мне, девочки, снимать про все процессы. Простите меня, пожалуйста. Я знаю, что многие просят такое видео. Есть у меня еще вот такой процесс от Золотого Руно. Но не совсем от Золотого Руно. Признаюсь честно, у меня была схема. И я подбирала сама нитки. Ну вот, как видите, здесь вот идет в правом нижнем углу вот это месиво. И вот это месиво я начала вышивать. Я очень хотела заменить шестнадцатую канву на четырнадцатую. Но уже пожалела, что я это сделала. Хоть мне вышивать легче на четырнадцатой, но как выглядят картины на шестнадцатой канве, мне нравится больше. Именно поэтому у меня теперь есть оригинальный набор. А вот это я все распотрошу. Канву отрежу. Канва пригодится мне на другие процессы. Все, сворачиваю я вот этот процесс и больше никогда подбором вышивать не буду. У меня столько много наборов оригинальных, я не вижу смысла заниматься этой ерундой. Я хотела облегчить себе работу. Я просто хотела взять шестнадцатую канву, а потом подумала, если я заменю канву, а вдруг там не хватит ниток. Потом нитки Мадейра, они тонкие. Может быть на четырнадцатой канве ими надо будет вышивать в три нити. Думаю, возьму я сразу гамму, а не потолще, и вот на четырнадцатой канве буду шпарить. Хотя можно было бы взять оригинальный набор и просто заменить четырнадцатую канву. Не знаю, как на четырнадцатой ниточке Мадейра будут смотреться. Вот нитки ПНК тонкие, вышиваются в три нити обычно. У Овен вот в три нити вышивается. Но светит. Четырнадцатая канва светит. Вообще у Золотого Руно даже на шестнадцатой канве светит. Особенно вот эти места темные, вот где медведь, зелень, вот эта вода темная. Канва немножко просвечивает, но когда постираешь, она сжимается и уже этих просветов не видно. Но на четырнадцатой, возможно, было бы видно. Хотя девчонки, знаю, меняют, нормально вышивают, все их устраивает. Но я капризная в этом плане. Я очень хочу, чтобы моя работа была похожа на оригинал. Очень жалко потраченного времени. Не говорю про деньги. Комплектации вот этого набора канваи и нитки гамма обошлись мне тоже недешево. Это где-то около тысячи рублей. А по акции в магазине можно было вот этот набор и приобрести за тысячу пятьсот. Была даже такая цена. И я считаю, за пятьсот рублей нафиг мне надо было вот это вот устраивать. Но, опять же, под влиянием девчонок, которые вышивают подбором, думаю, ну дай-ка я вышью, дай-ка я сэкономлю. Дай-ка я что-то похимичу. Но ничего, отрицательный опыт, это тоже опыт. Для себя я сделала вывод, я больше этим заниматься не буду. Еще и, вот видите, фотографию такую красивую напечатала на фотобумаге. Ну ладно. Я нисколечко не расстраиваюсь, тем более, что у меня радость. У меня же есть оригинальный набор такой от Золотого Руно. Я не осмелилась вышивать репродукцию Шишкина «Утро» в сосновом бару. Решила ограничиться вот этим сюжетом. Он гораздо меньше. Хотя те мишки мне тоже очень нравятся, собственно, как и «Три богатыря». Вот в трансляции мне задавали вопрос, какой вы еще хотите набор. Я сказала, ну как-то я вроде ничего так особенного не хочу. А потом после трансляции думаю, как, ничего, я же «Три богатыря» хочу. Ну, в общем, вот так. Аппетиты растут, масштабы хочется увеличивать, но пока не буду. Пока не буду. Пока не вышлю от Золотого Руно готовые картины. Никаких «Три богатыря». Все. Даю себе слово. Надеюсь, я его сдержу. Начну следующее Золотое Руно только, когда вышлю вот эти две картины. А если вы хотите посмотреть, сдержу я свое обещание или нет, подписывайтесь на мой канал. Не забудьте поставить лайк под этим видео. Всем желаю удачи. Спасибо за просмотр. С вами была Инесса. Пока-пока. Так, ну а мне сейчас придется заняться нелюбимым мной делом. Это расформировать мой начатый процесс. Конва разлинована. Я не знаю, постирать ее или нет. Это огромный кусок 14-й конвы. Наверное, ее придется постирать. А я, кстати, на стиранной конве не вышивала. Девочки, вы вышивали когда-нибудь на стиранной конве? Надеюсь, с ней ничего не будет. Она же не перекосится, не деформируется. Это конва гамма. В общем, сейчас отрежу этот кусок и положу до востребования.